Я говорю и показываю премиум плагины от Крокоблок. Плагины, способные сильно увеличить мощь конструктора страниц Elementor на WordPress. Конкретно в этом видео я хочу показать JetMenu, MegaMenu, элемент от Крокоблок. Демонстрацию этого меню вы можете посмотреть, перейдя по ссылке, которую я оставил для вас, в описании под этим видео, а также на моем сайте fedorvasiliev.com. Давайте посмотрим, что это за JetMenu, рассмотрим на моем демо-сайте. Меня зовут Федор Васильев и подробности в этом видео. Итак, сейчас перед вами мой демо-сайт, который я набросал в Elementor Pro. Конечно, у Elementor Pro есть свое меню, достаточно оно хорошее, его в принципе хватает, но меню от Крокоблок на порядок выше, круче по возможностям. То есть это идет взамен меню Elementor Pro. То есть если вы на свой Elementor Pro ставите JetMenu, MegaMenu, то вы не используете меню от Elementor Pro, а используете от Крокоблок. И давайте посмотрим. JetMenu у меня уже установлен, поэтому я перехожу в страницы. Будем с вами работать с главной страницей, перехожу в режим редактирования через Elementor. Я нахожу JetElements. И после установки JetMenu у вас будет вот такие три плитки. Первая плитка – Vertical MegaMenu. Переношу на холст. Посмотрим. Вот здесь вот выбираю свое меню. То есть у вас уже должно быть создано хоть какое-то меню на сайте. Есть MegaMenu. Это горизонтальное меню. Давайте я выберу здесь меню. Посмотрим. Вот оно у нас здесь есть. И у нас есть еще гамбургер меню. Это маленькая иконочка. Вот здесь вот она появляется. По клику меню, чтобы у нас было вот так. Мы с вами в этом видео рассмотрим горизонтальное меню. Далее нам нужно с вами пройти WordPress внешний вид меню. Здесь как раз таки есть часть настроек, которую мы должны рассмотреть. Вот здесь вы можете видеть JetMenu. Location Setting. Здесь по-русски у вас есть вот такое вот сообщение. Ниже область отображения. Это то, что написано вот здесь. Мы ставим птичку. Нажимаем сохранить. И вот здесь вот у нас появляются опции. Включить JetMenu для данной области отображения. Переключатель включаем. И вот здесь у нас MineMenu. У вас здесь возможно будет несколько меню, которые вы создали в WordPress. Вы выбираете то меню, с которым будете работать. Нажимаем сохранить меню. Смотрите, вот здесь ваше меню, как обычно, в WordPress. При наведении на каждое меню вы будете видеть вот такую вот JetMenu кнопку. Естественно, у вас ее не будет, этой кнопки, если вы не установили данный плагин. То есть давайте рассмотрим. Вот у меня есть меню. Вот я вывел меню ниже на белом фоне. Верхнее меню это меню от Elementor Pro. Мы его не смотрим. Скажем, вот у меня есть пункт у нас. Давайте вот с ним поработаем. То есть конкретно каждый пункт меню вы можете настроить в отдельности здесь. Вот он у нас. То есть это обычный меню WordPress. Я нажимаю JetMenu, и мы видим здесь дополнительные возможности. Вот здесь вот есть кнопки. Megacontent, Megasubmenu Enable. Если вы хотите делать мегаменю, это при наведении на менюшку, когда всплывают разные опции. То есть там в самой менюшке вы можете внедрить все, что угодно. Это может быть и форма, и фотографии. Любой плагин Elementor Pro можно внедрить в наше мегаменю. Но давайте пока не будем рассматривать мегаменю, а рассмотрим ниже. То есть мегаменю Content, вот эта кнопка, она как раз таки и настраивает то, что мы хотим видеть в выпадающем списке данного меню. В данном случае меню О нас. То есть сейчас это просто страница, которая ведет О нас на страницу О нас. Она у меня пустая. Мы сейчас чуть позже вернемся к мегаменю, а пока рассмотрим иконку. Если вы хотите сопроводить какими-то иконками в вашей менюшке, давайте посмотрим. Вот здесь вы можете выбрать SVG. Если мы выбираем SVG, то надо кликнуть и загрузить на WordPress собственную иконку в формате SVG. Я буду использовать просто SVG. Просто иконка. Кликаю сюда, появляется список иконок. Выбирайте ту иконку, которая вам подходит для данного меню. Цвет иконки можно выбрать здесь. Я сделаю красный, чтобы просто ее сразу было видно. И размер поставлю 12 пикселей, побольше и сохранить. Идем на сайт, обновляем страницу. Вы видите, подставилась к пункту О нас красная иконочка. Давайте рассмотрим следующий. Beige. Что это такое и где это? Здесь можете что-то написать. Например, Hit. Далее вы можете выбрать цвет значка. Пускай будет темный. И цвет фона значка пускай будет какой-то яркий. Сохранимся. Посмотрим на сайте, где это находится. То есть изначально это смотрится некрасиво. Вы видите, пометка Hit попадает рядом с О нас. Ее бы хорошо разместить где-то, может быть, над меню или какой-то оступ задать. Как это сделать? Вернемся к этому чуть позже. Здесь смотрим. Расширенные. Скрыть ярлык навигации. Давайте сразу посмотрим, что это такое. Обновим страницу. Само слово О нас скрывается, но пункт меню сохраняется при наведении на Hit и на эту иконку. Не знаю, зачем это нужно. И вот здесь вот есть отступы. Скажем, нам нужно отступить этот пункт с правой стороны. Right. Задаю 10 пикселей. Кстати, задается везде 10 пикселей. Убираю. Кликаю на эту скрепочку. Еще раз прописываю 10 пикселей, чтобы проставил столько с этой стороны. Сохранить. Посмотрим. О нас немножко отступил от пункта блок. То есть вы понимаете, да, как тонко здесь все можно настроить. Давайте сделаем 20 пикселей. Обновлю. Вот. Теперь смотрится уже поинтересней. В принципе, пометка Hit смотрится здесь нормально. Но мы все равно можем ей управлять. Вот этой пометкой менять ей место. Над нашим пунктом меню. Давайте это окно закроем. И я покажу далее. Вы должны понимать, что такой плагин JetMenu, богатый большими настройками, потребует у вас достаточно много времени, чтобы вы его настроили под себя. Вы можете видеть JetPlugin. И здесь есть настройки JetMenu. Я не буду о них рассказывать. Их тут достаточно много. Я покажу на некоторых примерах. Как здесь что работает. То есть смотрите, вот это наша пометка Hit. Например, я хочу ее над меню поместить. Эти настройки находятся вот здесь. Кликаем сюда. И вот он, видите, Bage. Разворачиваем. Top Level Bage. Разворачиваем еще один список. Прокручиваем чуть ниже. Вы видите, здесь всякие настройки. Есть отступы и так далее. Вертикальное положение значка. Вот именно нашего значка, вот этого Bage. Например, я сделаю здесь вверх. Причем у нас сразу это сохраняется. Не надо никуда нажимать. Обновимся. Вот у нас Hit получается теперь наверху. То есть вы должны понимать, что на этом примере я показал тонкую настройку вот этого меню. Где вы можете и меню само настроить, цвета и все что угодно. Настройки находятся у вас, по идее, все здесь. Их тут достаточно много. Теперь давайте вернемся к самому интересному. А это Mega Menu. Как настраивается Mega Menu? Чтобы при наведении на ОНАСС всплывало под меню с моими элементами, которые я хочу там разместить. Возвращаемся в меню. ОНАСС Jet Menu. Первая вкладка Mega Content. Здесь я переключаю вот этот переключатель, чтобы это Mega Menu работало. И нажимаю редактировать контент. У нас всплывает дополнительное окно, знакомое вам с Elementor. Здесь уже все вам привычно. Сейчас мы делаем Mega Menu именно для пункта меню ОНАСС. Нажимаем, как обычно, плюс. Выбираем количество колонок, сколько вам нужно. Может это быть одна колонка. В настройках самой секции я задаю фон. Например, какой-то цвет. И любой плагин, текст, меню, все что угодно. Смотрите, просто перетаскиваем. Сразу загружу для вида какую-то картиночку. То есть это все будет всплывать в подменю. Давайте еще какой-то яркий пример возьмем. Например, Fleet Box. Это переворачивающаяся вот такая вот плитка, которую я также показывал, как настраивать в серии уроков про Elementor Pro. Например, видео с YouTube. Все что угодно. Например, вот в таком виде. Нажимаем обновить. Далее нажимаю здесь на крестик. Закрываем наше меню. Будем считать, что оно готово. Нажимаем здесь сохранить. Идем на сайт, обновляемся. Навожу пункт на у нас. И вы видите, всплывает такая плашка, которую я только что собрал буквально за несколько секунд. Где у меня есть и видео, которое воспроизводится. Это все находится в подпункте меню. Так называемое наше мега меню. Смотрите, Fleet Box переворачивается. То есть все работает. Картинка видна. Таким образом, вы в каждый пункт можете вставить любое количество разных элементов. И причем это все смотрится хорошо на мобильных устройствах. Сейчас я включил имитацию мобильного устройства. Смотрите, выпадающее меню работает. Но, кстати, здесь по поводу выпадающего меню для мобильных устройств. Дело в том, что у нас работает это на компьютерной версии при наведении мыши. А на мобильной версии мне пришлось кликнуть, чтобы увидеть. И сразу перешел на страницу. То есть если вы делаете мега меню вот такого вида, то сам пункт о нас надо делать внешней ссылкой. То есть чтобы это был не переходящий пункт меню. Я надеюсь, вы знаете, как это делается. Я уже об этом говорил много раз. То есть находясь в меню, произвольная ссылка. Здесь ставите решетку. Здесь вы пишете название меню. И нажимаете на кнопку добавить в меню. И это меню вы делаете мега меню. То есть просто заходите в JetMenu, и вы уже видели, как это делается. Тогда это будет работать хорошо. Это был обзор основных функций горизонтального меню. Надеюсь, вам все было понятно. И вы настроите такое меню, которое вам будет очень нравиться. Увидимся с вами в следующих видео. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok